На расстоянии метра дальше разбросываю. И ни один, еще раз сегодня бегаете, подскользнешься на это и сразу вот расключишь. Почему ни один не подошел, а это мы здесь работали, это я искалю, раскалю. Это он может, надо же на топор принесу сегодня, или вот где он топор. Вот так он взял, подошел, убрал. А это немного, время требуется совсем. И уже смотри, насколько мы уменьшились. Ты проходишь мимо, это твоя территория. Это понятно? Так. Вот так и делаете, все на этом. Ты поняла, что от тебя спрятали гвозди? Да. Это называется мания, это болезнь. Болезнь бесовская. Маньяки вырастают из таких людей, которые непрерывно его куда-то тянет. Поджигать надо. Вот смотри, Жей, наверное, поджигал, наконец сожгла, и он пострадал, и все имение сожгла. А у тебя гвоздя мания. И ты не понимаешь это. Я от тебя прячу молотки, щипсы, ты все берешь, бросаешь, разносишь и бьешь, и бьешь, где гвозди? Это мания. Маньякская. А мне говорят, а почему у вас, маленькая Маша, когда сидите, или там вы говорите, она там сзади глазами вертит, куда попало? Тебя уже за ненормальную считают. Тебе это надо? Это интернетное, это не мое. Ты мне, как девочка обыкновенная девочка, я тебя ничем не выделяю. Но любишь ты шарика, бегаешь, это приятно. Дверь последней кто не закрыл? Я просил дверь, чтобы всегда была закрыта. Мух там перебейте внутри. Все время должна быть закрыта, запомните дверь. Ты меня поняла, нет? Да. Рот позеваешь, закрывай. Борись с этим, молись. Тебя сатана уже поймал на тех гвоздях, на молотках. Я вначале это внимания не обращал, а потом гляжу, беда огромная. Она бьет где надо, не надо, везде, везде, все. И притом вбитый гвоздь, он не может упасть никак, только торчком кверху. Когда на полу брошен, он боком лежит, а это он торчит. Но вы же знали, могли сказать, вы что-то таитесь. Вот они стоят где-то, и безразличие у них одинаковое. А можно вытрясти свободно. Это то самое, которое выбивается из человека, в буквальном смысле. Вот у меня приезжает она, где 45 лет, это, вообрази, 45 лет. 45 лет я знаю. Вам, Шайбаме, сколько лет? 46. 46? Ну, это мой клиент. Я в это время начальник лагеря, основал лагерь. И какие бы ни были, родители говорят, вот у него такой-то недостаток. Обратите внимание. Вы ничего никто не сказали. Я сам должен нащупать, а я каждую минуту не могу здесь быть. Заказали деталь, пока-то привезут, сейчас я оттуда иду. Рассказали, как вчера вел себя Женя. Ты всегда везде снимай, как репортер. Не годится? Скинем, уберем это, снятое. А так, в любом, где бы ты ни была, стой, не выламывайся. Ты начинаешь сразу играть. Так, сейчас покажите мне свои пальцы. Вот так его пальцы. Стой на месте, я не сказал выходить. Так, вот этот палец в рот брал, грыз? Нет. Не трогал? Нет. Почему он у тебя так далеко обстрижен? Не знаю. А кто обстригал их? Я. Я сам их обстригаю. Вот этот вот у него, смотрите, вам покажется странно. Вот этот вот нормальный. Вы постранили свои. У тебя нет, они куда загружены. Этого вчера поймал, нет, а потом посмотрел пальцы. Ногти еды. Ну, это как будто нормально. Может быть, один палец в рот брали. У этого нормальные ногти. Вот такая должна быть полоска. Это только люди невежды говорят, ой, там глисты, там ничего нет. Это то, с чем ты можешь ущипнуть. Я все время подрезаю. Вот они у меня какие. Все время. Так. Вот посмотрите у брата Никиты, как совершенно нормально. Погляди, покажи. Пройди, посмотрите, какие ногти у него. Внимательно поглядите. Он их не грызет. Маленькая полоска так и должна быть. Потому что вплотную к плоти, когда прилегает, она потом врезается, болит. Ну-ка, покажи пальцы. Вперед протереться. Надо в другую луку. Ну, нормально как будто. Не грызешь? Нет. А ну-ка, брат, покажи пальцы. Ну, видно, что нормально. Так, у тебя еще... Вот, грудь закрыта, все как положено. Какой-то у тебя там змей горыный, что ли? Дракон. А? Дракон. Китайский. Что это там такое? Дракон. Дракон. На себя носит дракона. Да вы что, в самом деле? Сжечь ее и все, или... Я не знаю, что это. На вас как-то пойдет. Дракон тебя это заставляет делать. Сейчас, до завтрака, еще время есть. Будете работать, да? Да. Ну, все, нормально.